Сколько пыльцы в воздухе, какая она по составу и откуда попала в Рязань? Ответить на эти и другие вопросы могут в единственном месте региона по изучению содержащихся в воздухе аллергенов в РГУ имени Есенина. Исследование проводится с 2007 года. За это время обновилось оборудование. Пыльцу-ловитель, внутри воздушная помпа, которая засасывает воздух, не только естественный поток воздуха, но и искусственным потоком, частички засасываются в корпус ловушки. Внутри располагается барабан с липкой лентой и часовой механизм. Здесь находятся всасывающие отверстия, которые специально защищены колпаком от воздействия косого дождя, мокрого снега и так далее. А флюгер ориентирует всасывающие отверстия по направлению ветра. Сейчас ловушка пыльцы установлена на высоте 18,5 метров. Радиус охвата составляет 70 километров, поэтому по данным можно судить об обстановке на территории всего региона. Наблюдения ведутся 6 месяцев в году, с середины марта до середины октября. Барабан с липкой лентой меняют 3 раза в неделю, в строго определенное время. Далее эта лента разрезается на отдельные фрагменты, таким образом, что один стеклопрепарат соответствует суткам наблюдений. А мы знаем, что скорость вращения барабана в ловушке составляет 2 миллиметра в час. Таким образом, 48 миллиметров ленты прокручиваются за одни сутки. Задача биолога – посчитать, сколько и какой пыльцы осело на ленте. Например, в этом году уже зафиксировали аномальное явление. Первые пыльцевые зерна ольхи появились очень рано, в середине марта, причем ее занесло из южных регионов. Сейчас цветение разноцветущих сережковых, можно сказать, что закончилось в регионе. В ближайшее время мы ожидаем начала пыления самого аллергенного растения на территории средней полосы России и Рязани в том числе – это березы. Анализ стеклопрепарата, который снят с ловушки несколько часов назад, показывает нам наличие уже единичных пыльцевых зерен березы. Также в составе атмосферного воздуха на сегодняшний день циркулируют пыльца вяза, ивы. То есть это опять раноцветущих древесных таксонов, которые обладают чуть более низкой степенью аллергенности, нежели чем береза. Ну и зафиксированы пыльцотополи, которые не представляют аллергологической опасности. По прогнозам ученых, если температура воздуха будет расти и сохранится сухая ветреная погода, то концентрация пыльцы березы в воздухе будет стремительно увеличиваться. Каждое растение характеризуется эндогенным циклом. То есть, например, у березы этот цикл составляет два года. Если в прошлом году пыльцы березы было очень много, то в этом году мы ожидаем ее немного меньше. Но все равно это дерево, которое эмиссирует достаточно большое количество пыльцевых зерен, и учитывая ее высокую степень аллергенности, в любом случае концентрация ее будет достаточно высокая, но она будет, скорее всего, ниже, чем в прошлом году, если к нашему локальному пылению не подключится, соответственно, заносное. Эти данные выкладываются на сайт Аллерготоп. На нем каждый человек, страдающий аллергией, может следить за состоянием воздуха и делать поправки в своем образе жизни. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».